Сергей Гайдук. Как поясняют ведомства, это сделано временно, поскольку к нему есть вопросы. По данным прокуратуры, Гайдук, как там выражаются, транслировал в воинские части Украины, пришедшие из Киева, приказ применить оружие в отношении мирных граждан. Ранее стало известно, что украинские военные после переговоров покинули штаб ВМС, которые заняли участники митинга. Несколько сотен человек собрались утром у ворот воинской части, а затем вошли на ее территорию. Денис Давыдов продолжит тему. Выходите! Выходите! Подумайте, услышьте нас! Выходите к нам! Мы вас здесь ждем, и вас здесь никто пальцем не тронет! Выходите! Мы хотим только от того, чтобы был мир и порядок, чтобы не было между нами, не было никакой проказы. Мы тоже пришли к нам. Видите? Ни один человек не пришел сегодня с оружием. Ни один. Все начиналось, как небольшой митинг у ворот штаба военно-морских сил Украины. Севастопольцы просили военнослужащих освободить территорию, но со стороны КПП в ответ полетело несколько камней. Народ собрался, севастопольцы, возле ворот воинской части, встали цепью с той стороны и с нашей стороны. Этот господин запустил через ворота два предмета. Один вроде как шарик или камень, металлический. И в таких ксетках, как женские чулки. После этого народа, конечно, уже было просто не остановить. Тогда и лопнуло терпение. Силы самообороны смяли ворота. Сотни горожан оказались на территории штаба. Украинские моряки забаррикадировались в зданиях. К слову, могли отстреливаться. Киев накануне дал разрешение применять оружие, но ни единого выстрела не прозвучало. Пытались договориться через двери. К военным обращались и бывшие сослуживцы, которые недавно сняли погону, чтобы служить не Киеву, а Крыму. Я дальше буду служить на территории Крыма. Народу Крыма. Крымский народ, украинский народ, русский народ. Мы все славяне, мы все одной крови. Я буду дальше служить народу. Переговоры продолжались около часа. После силы самообороны начали штурмовать здания. Физической силы к тем, кто внутри не применяли. Для украинских военных сделали живой коридор. По которому они уходили с рабочих мест. После полутора часов переговоров офицеры военно-морских сил Украины покинули командный пункт. Последним сеансом связи по этим телефонам была связь с Киевом. Неизвестно, кому позвонил оперативный дежурный. Он сказал, что это помещение захвачено, штаб захвачен. И он покидает свое рабочее место. На рабочих местах остались документы и личные вещи офицеров. Взяли помещение под охрану, чтобы ничего не пропало, чтобы было не разграблено, не побито, ничего. То есть полностью контролируем ситуацию. У дверей становится один военнослужащий ВМСУ Украины и один представитель самообороны. Под усиленную охрану взяли оружейные комнаты, чтобы автоматы и пистолеты не оказались в руках провокаторов-радикалов. Здесь помнят недавние новости из Львова, когда с военных складов унесли целые арсеналы. В Киеве этот налет майдановцев посчитали необходимым для дела. Тогда в боевиков солдатам стрелять запретили. Фактически подразделениям в разных частях Украины Минобороны отдает противоположные приказы. На Западе даже грабителей не трогать, а в Крыму и по безоружным можно стрелять. Открывать огонь Киев разрешил после вчерашних событий в Симферополе. И то, что произошло вчера в Симферополе, на мой взгляд, однозначно было последствием этой провокации. Я хочу предупредить всех, и прежде всего личный состав военно-морских сил Украины. Не дай бог хоть кто-нибудь даже из рогатки стрельнет. Спички – это не игрушка. Прошу дословно это понять. Милиция ищет стрелка, который вчера вечером палил и по украинской воинской части, и по отрядам самообороны, которые стоят вокруг. Стрелял из одной точки, убил двоих и еще двоих ранил. По мнению экспертов, изучивших обстоятельства преступления, есть высокая степень вероятности совпадений с имевшим место действиями снайперов на Майдане. И в этом случае, преследующих, цель – спровоцировать столкновение между военнослужащими Украины и Республики Крым. В больнице один из пострадавших рассказал, как погиб его товарищ. Попытался вытащить меня. Не успел добежать, получил пулю. Он начал терять сознание, лег на него сверху и закрыл его. Лежали, ждали дальнейшей помощи. Меня первый быстро полетел. Потом в него второй, а потом стреляли. Раз, наверное, 15-20. Крымская милиция распространила заявления среди местных жителей обращать внимание на подозрительных людей. А они уже были замечены в регионе. На днях отряды самообороны в Севастополе обезвредили группу неофашистов из Киева. По фотографиям и записям в их мобильных телефонах видно, какую бурную деятельность они собирались развернуть в городе. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Тимофей Генералов, Ольга Хитрина, Анна Заякина, Первый канал, Крым. Тем временем в Киеве громкий скандал вокруг методов ведения представителями партии «Свобода» кадровой политики в области СМИ. Депутаты после телетрансляции из Кремля приехали в здание национальной телекомпании Украины, поднялись на этаж руководства и силой заставили написать исполняющего обязанности гендиректора заявление об уходе, обвиняя его в пророссийской позиции. Все происходившее в кабинете они снимали на камеру и выложили видео в интернете. Судя по всему, в этот ролик попало не все, но и этого оказалось достаточно, чтобы событиями вокруг общенационального канала возмутились в ОБСЕ. И Тартас передает, представитель организации по свободе СМИ Дуни Миятович заявила, что потрясена, как она выразилась, возмутительной акцией, которая нарушает все возможные права СМИ. Это невозможно терпеть, пишет она, отмечая, что среди нападавших были не просто депутаты Верховной Рады, но и члены профильного комитета по свободе слова. Григорий Емельянов внимательно посмотрел то самое видео. Пиши, швидко заявить, пиши. Ты москалюга, пиши. Я москаль, я немножко не спиевый украинец. Ты украинец? Я, б***ь, а не украинец. Ты, а не плывал за москву! Вот так, с рукоприкладством, а не цензурной бранью, теперь в Киеве решаются кадровые вопросы и вопросы информационной политики. По пути в кабинет директора первого украинского национального телеканала эти люди подчеркнуто вежливо уступали друг другу дорогу. Прошу, спасибо вас. А внутри, уже три минуты спустя, устроили самосуд. Держались по-хозяйски. На их стороне и численное превосходство, и депутатская неприкосновенность. Вот это Богдан Бенюк, украинский, в прошлом советский актер, ныне депутат партии «Свобода». Богдан Бенюк, народный депутат. Заслуженный актер, да? Народный актер. Народный актер. Я вечно народный. А это его однопартиец, тоже небезызвестный на Украине депутат Игорь Мирошниченко. Сейчас он замглавы комитета Рады по свободе слова. Судя по тому, что вызвало гнев депутата, о свободе слова он не имеет ни малейшего понятия.